Беларусь активно наращивает экономический потенциал со странами южноазиатского региона. После продуктивных переговоров в Пакистане, около двух десятков подписанных документов, Минск готовит площадку к диалогу с Индией. Сегодня белорусскую столицу с трехдневным визитом посетит президент этой страны Пранап Мукерджи. Индия наш крупный партнер южноазиатского вектора. Однако, учитывая возможности, которые представляют обе страны, уровень товарооборота пока не достигает нужной отметки. А потому визит в Беларусь индийского лидера должен стать мощным толчком в наращивании сотрудничества. Подробнее Илона Красудская. С официальными визитами в Индии президент Александр Лукашенко был дважды. В 97-м и ровно через 10 лет. Тогда главы государств приняли совместную политическую декларацию, а также подписали ряд взаимовыгодных соглашений в различных областях. Сегодня двусторонний диалог продолжится в Минске. Причем сотрудничество обеих стран должно выйти на качественно новый уровень. Высшее должностное лицо страны приводит в Беларусь с трехдневным визитом. Президент Индии рассчитывает на запуск новых совместных производств и обмен технологиями. Об этом Пранаб Макирджи заявил нашему каналу накануне. Я бы хотел, чтобы мы расширили наше сотрудничество в самых различных сферах. В здравоохранении, в образовании, в технологиях и, конечно, в обрабатывающей промышленности. Тем самым мы сможем внести свой вклад в прогресс, развитие и повышение благосостояния наших народов. Мы должны работать, развиваться и двигаться вперед вместе. Это стратегическая цель, которую мы хотели бы достичь в ходе моего официального визита. Индия – крупнейшая страна Южной Азии, второе место в мире по численности населения. После Китая – более миллиарда человек. И седьмое по территории. Сейчас ее экономика – одна из самых быстро развивающихся в мире. Воловой внутренний продукт – почти 7 триллионов долларов. Индийская экономика почти не зависит от финансовой нестабильности в мире. Курс рупий колеблется слабо, а падающие цены на нет для нее крупного импортера и вовсе благо. Аналитики предсказывают, что в следующем году Индия впервые за долгое время обгонит Китай по темпам роста ВВП. Благодаря иностранным инвестициям. Индия ориентирована сейчас на развитие. У них идет глубокая реформа социальной системы, которая во многом покончит с этими пережитками кастового общества. А это значит, что огромные массы населения будут выходить на рынок, будут становиться активными потребителями. И здесь в Беларуси есть что предложить. Индия – наш крупный торговый партнер в азиатском регионе. Помимо традиционного калия, Индию интересует наша машиностроительная классика. В Беларуси, в принципе, есть все возможное для того, чтобы оснастить агропромышленный комплекс Индии. Или хотя бы сельское хозяйство, нашей техникой, то, которое производим мы. В первую очередь, конечно, речь идет о машино-тракторных предприятиях. Сейчас взаимная торговля между странами около 400 миллионов долларов. Но это не предел, заявляют на всех уровнях. Ведь интерес есть во многих сферах. От сельского хозяйства до IT. О торговле, промышленной кооперации, сотрудничестве в различных областях будут говорить три дня на протяжении визита индийского лидера в Беларусь. В составе делегации госруководители высшего ранга, лидеры научных центров и бизнес-сообщества. Илона Красуцкая, Светлана Лукинюк и Анатолий Долотовский. Агентстватели новостей.